друзья всем привет всех рад видеть на канале буквально недельку да уже не выходили ролики поэтому за неделю вроде бы что такое неделя это 7 дней до всем известно но рыбки за неделю довольно таки здорово вырастают я предлагаю вам на это посмотреть свой обзор я бы хотел начать с новых жильцов своей разводни как вы помните буквально недавно я приобрел гупешек перед вами называется рыбка full red albino гуппи красный альбинос что хочу отметить до этого рыбки были абсолютно раздельные самочки сидели у заводчика отдельно самцы отдельно после того как я посадил рыбку вместе самцы стали ухаживать за самочками и у нас уже появились пятнышки вот эти родовые да так сказать вот смотрите самочки уже стали более округлыми и вот это вот черненькое пятнышко но у альбиносов она более светлая да но начало уже наливаться соответственно у нас там начали зреть мальки а так как там зреют малечки это большая радость для нас соответственно самочки уже скоро родят хочу сказать что по акклиматизации рыбки прошли просто безукоризненно никаких признаков заболевания нету поэтому рыбка полностью готова к пересадке уже в мою стойку к общей рыбе она абсолютно здоровая поэтому за нее уже можно не беспокоиться карантин у нас пройден вторая пара гупешек сегодня перешла в просторную банку сейчас она будет жить с рубинами вот они у нас красавцы видно да это ушастики дамбо ред тейл называется рыбка вот самочка плывет а меченосцы приняли их довольно таки дружелюбно друзья рыбкам сейчас мечам у нас четыре месяца будет до концу сентября начале ноября 4 месяца рыбка набрала размер 6 сантиметров просто фантастические какие-то темпы роста очень здорово 4 месяца рыбка уже 6 сантиметров вот они красавцы смотрите резвые какие-то кони так и гупешек несмотря на такой большой размер рыбка очень дружелюбно плавает вместе с маленькими гупешками которые здесь 4 штучки да вот самцы смотрите друзья вот он плывет а плавнички все целые никто никого не пощипывает в общем то сейчас рыбы себя чувствуют в такой большой тесной компании замечательно вот соответственно гуппи я перевел уже на постоянную основу в свою воду карантин еще раз скажу пройден хочу отметить важность карантина вы спрашивали зачем держать здоровую рыбу в отсадниках там отдельно где-то ну очень просто ребят смотрите при транспортировке любой вообще в любой рыбке в принципе в любой есть какая-то бяка она никуда без этого но так как у рыбки хороший иммунитет она правильно содержится хорошо питается то никакая болячка ей не страшно потому что у нее очень хороший иммунитет при транспортировке при понижении температуры долговременном либо при плохих параметрах воды отравления аммиаком в общем у рыбки может упасть иммунитет и уже в этот момент могут прийти болячки которых нигде не было никак не проявлялись у людей там десятилетиями да в этом для этого и нужен как бы карантинный аквариум который я сделал рыбка ехала ко мне довольно таки долго дело в том что там люди немножко не доставили вовремя в общем там такая плохая история в общем рыба попала только на следующие сутки поэтому карантин просто был жизненно необходим в течение двух недель и рыбка прошла полностью адаптацию иммунитет у рыбки очень крепкий он не упал поэтому рыбка чувствует себя хорошо и она не заболела что самое главное соответственно если рыбка здоровая ее можно пересаживать уже в стоечку до в какой-либо из отсеков где она будет находиться на постоянном своем проживании хотел бы вам показать тетраконга дело в том что как вы помните мы с вами развели эту рыбку искусственным оплодотворением у нас получилось не такое большое количество да как хотелось бы но все же здесь прилично наверно может быть 40 штучкам да если вот посчитать рыбки очень красивые но к сожалению окрашиваются они поздновато поэтому это не совсем коммерческая рыбка но она у меня всегда есть в наличии небольшое количество этой рыбки я всегда держу вот такая вот красота плавает в одном из аквариумов рыбки сейчас начнут довольно быстро расти поэтому кормить их нужно очень много ну и конечно же протока делает свое дело рыбы растут безумно быстро также стоит отметить что сомики которых мы с вами разводили в последних роликах стали уже приличного размера здесь наверное два с половиной три сантиметра рыбки вот такая вот красота сейчас у нас плавает и их догоняют их братья в этом аквариуме часть и здесь две медки вот которые постарше и поменьше то есть разница где-то в недель куда между рыбками вот этими и вот этими вообще колоссально по размеру рыба ощущается в разнице вот ну что же ну и эти мечи понятно да что сейчас держим рубинов разводим я сейчас большое количество рубиновых меченосцев стала разводить потому что рыбка очень красивая и она здорово покупается в вами да мои зрители рыбка хорошо покупается поэтому я сейчас упор делаю как бы в красивую хорошую рыбу которая именно покупается так далее что у нас в этом аквариуме как вы помните были 181 малечки часть рыбок уже забрали а часть рыбок я перевел как раз таки в отдельный свой аквариум сейчас здесь им как раз это общежитие поставил так самодельная в принципе им нравится они там постоянно ползают вот видно да во второе снизу сомики сидят вот это красиво звездное небо да очень красивый малеку 181 вот рыбка прям классная в этом плане в плане что обычно у всех рыбок малечек он все-таки не такой красивый как свои взрослые родители что не сказать именно 181 самах у них безумно красивый малек друзья очень красивый а вот и по позирует нам сейчас панаки карликова это красная зебра 397 все пять штучек живые все здорово уже тоже кстати здорово подросли в принципе рыбка растет и мне это очень очень нравится вот они по вылезали друзья смотрите сомиков я тоже буду отправлять также как отправляю рубиновых мечей то есть сомики тоже будут в продаже далее сейчас посадил вот здесь да что у меня здесь такое интересное в принципе это просто обычная родильная для крупных производов для самок сейчас здесь сидит две самочки отдельно их посадил для потому что приподнял им температуру рыбка крупная поэтому в отсадничек их я не сажал а сажал их именно вот в такой вот мешочек для стирки на дно положил утяжелитель удобно да и рыбка не травмируют губы не травмируют голову чешуи не обо что не бьется и в принципе отлично а здесь сидели гупешки которые вот вот эти самочки красный смокинг по моему называется если быть правильным рыбки вот тоже чистокровные у меня недавно вот такой упор прямо в их разведения не делал просто поддерживал да что всегда были несколько производителей у нас но и вы спросите где не он друзья вот и наш не он которого мы с вами разводили целых три недели подряд здесь 3 метки вот в таком количестве здесь наверное под 300 мальков и помимо них еще здесь сомики у нас плавают гупешки да вот как раз отсадничка да вот с которого сейчас вам рассказывал в этом аквариуме гупешки родились у нас из и неончики но конечно же здесь уже рыбки становится тесновато вот он весь прокрасился у всех появилась синяя линия и уже эту рыбку нам сейчас нужно с вами будет куда-то планировать да я ее рассчитываю посадить в один из отсеков вот этот малек уже в принципе через пару деньков может быть неделя максимум или уже сегодня я переведу в стойке в большую стойку как раз таки на выращивание на быстрый рост рыбы весь малек плавает сейчас в нижней части вот это нижняя стойка то есть как получается друзья смотрите здесь у меня как цикл я как построил рыбки рожают малечка после родов самочки возвращаются к производителям после этого малек переносится в мали очень маленький подростковый аквариум здесь из фильтрации стоит фильтр и подмена воды в зависимости от количества и но по состоянии рыбы до по опыту аквариумиста можно судить да что как вся рыбка чувствует стоит менять не стоит менять но в принципе не реже чем раз в четыре дня сто процентов вода заменяется на воду уже из рабочей банки сто процент на замена не реже чем раз в четыре дня с полным отжатием губки никакой биологической катастрофы не случается бактерии живут в воде быстро заселяясь на губку поэтому тут всегда все отлично после того как малек недельки две живет у нас в маленьком подростковом аквариуме рыбка уже знакомиться с протокой то с отсутствием нитратов абсолютным практически и уже переходит в стойку и здесь она растет примерно до месяца вот рыбки месячные да здесь то есть после того как рыбки достигают размера 2 сантиметра я их перевожу в более просторные банки по этой стойке как распределена рыба друзья вот смотрите верхний аквариум самый верхний как вы помните я не задействую видите там от потолка совсем мало места мне просто неудобно вот в этом аквариуме у меня плавают подростки как рыбок я продаю двумя вариантами первое это парами соответственно если вы хотите приобрести покрупнее рыбку пожалуйста я продаю рыбку и парами и мальком то есть я продаю от 35 штук мальком вот такого и как раз таки от пяти пар уже определившихся подросших рыбок это для тех кто для себя закупает в свои аквариумы да в 200 литровые там просто меченосов хочет приобрести вот лучше конечно же им не нужно 35 мальков и я беру и они берут как раз таки парами рыбу средний аквариум это аквариум посвященный абсолютно будущим производителям сейчас здесь как вы помните они плавали у нас здесь в правом отсеке рыбка переведена в более простую банку сейчас пошел обильный рост по кормлению всегда много всегда дофига поэтому водичка здесь чуть-чуть мутноватая от того что от омлета да немножко подмучивает но в принципе биология здесь неплохая ребят ну и количество рыбы конечно не очень большое по мере роста будем смотреть как вы видите здесь есть маленькие вот смотрите допустим а вот помельче да это делается для того чтобы минимизировать имбридинг близкородственное скрещивание поэтому весь малек здесь идет от разных самок то есть нет одной самочки чтобы как можно больше было генотипа и рыбки со временем не умельчали и не обесцвечивались не теряли в цвете в объеме в общем-то для того чтобы максимально сохранять линию и поэтому количество будущего производителя у меня минимум здесь 25 пар сидит вот и нижний аквариум это аквариум с малёчком здесь также разный малек здесь армалечек от разных самок покрупнее помельче для того чтобы тоже я мешаю малька от разных самок и они сидят у меня по-разному потому что две самки одновременно никогда не рожают в принципе разница в недельку у нас идет вот видите да буквально неделя вот ролик называется да у меня неделя как влияет на рост вот прям перед вашими глазами видно что буквально пол сантиметра рыба смело набирает всего за одну неделю поэтому неделя в аквариумистике это довольно таки большое время ребят ну и напоследок хотел бы вам сказать такой небольшой секретик да только никому не говорите да сейчас планирую я развитие до своего вот этого вот дело аквариумного хочу снять квартирку на первом этаже для того чтобы туда объехать со стоечками сделать новые стойки еще больше аквариумов для того чтобы уже массово начать разводить рыбу как вы знаете на разводе у меня красный неон коридора штерба и не вот третья позиция свежая были меченосцы всегда но сейчас вот появился рубин меченосец после того как подписчик мне прислал прекрасную рыбу очень хороших вот этих рубиновых мечей у нас появился на разводе рубиновый меченосец вот три линии рыбы я всегда держал плюсом сейчас приобрел гупешек это хорошие гупи таки и довольно таки и не дешевая рыба да я скажу то есть это рыба продажу для ценителей это рыба не магазинная конечно если будет отбраковка смалька и она будет поступать в продажу и местные магазины да совсем по другой цене но уже хорошие качественные рыбки они не для массового покупателя то есть это рыбки для любителей именно для ценителей рыбы потому что это альбиносы за ними другой уход так же как и за вот этими рубинами да это вроде крепкая рыба но с другой стороны это альбиносы друзья как вы знаете а если не знаете то простой вам пример если вы возьмете малька рубинового меченосца и посадите с красно с черноглазым мальком с обычным то он будет объедать его то есть рубин он будет сохнуть чахнуть и по итогу он либо затянется либо просто погибнет у него другой хрустали глаза у него другое поведение в общем альбиносы они медленнее и слабее вот такие планы друзья поэтому хочу переехать и сделать свою разводник чуть чуть побольше да планирую еще завести несколько позиций рыбы думаю что это будет за скалярия по поводу скалярии видос калярий и возможно это не черна когда потом планируются о содержании еще другие обычные висока это санта клаус и возможно будет еще человек меч навесов для фильмов негабия тигровые в общем трехцветный черный белый и красный вот таких вот еще хочу еще Hej гимусов посмотреть либо черный но в общем По другим позициям пока что я толком не определился И у нас появились еще сомы 181-й сом, в принципе Ну классный сом, друзья, согласитесь Сом реально крутой Пусть он чуть дороже, чем обычный анциструс Порядка в 3 раза, да, вот малек такой стоит Я буду продавать в районе 200-250 рублей за малечку Рыба хорошая, крепкая будет, качественная Обычный анциструс в магазине стоит рублей 60-80 Ну в 3 раза дороже, но это красота совсем другая То есть это изюминка вашего аквариума Так, вот в принципе-то и такие новости, такие дела Сейчас еще для сомиков заказал трубочки Сейчас ждем поставку 20 трубок, друзья 20, ролик будет сниматься о том, какие трубки пришли Я попробовал все-таки, помните, да, тот ролик, где мы с вами планировали Ставили планы по поводу развития канала Того, что хотим получить Какое движение у нас будет Ну вообще планы ставили, там, покупка осмоса, новый стеллаж В общем стеллаж, как вы понимаете, уже за моей спиной Осмос куплен Харацинка разводится Сейчас все-таки хочется приобрести трубки для самов Все-таки реализовать и этот пункт моего плана Поэтому сейчас приобрел первую партию пробную этих трубок Посмотрим на качество И уже их можно тоже будет приобрести в интернет-магазине Через группу ВКонтакте, да, в моем там есть товары Можно там приобрести как раз Там указаны цены на меченосов Заходите, смотрите Указаны дополнительные товары Это Артемия, да, сейчас появляется в продаже Артемия Меченосы, 181-й сомики Цену добавлю, количество отгрузок Ну в общем там можно будет посмотреть Вообще, как бы такой небольшой прайс-листик На ту рыбку, которую, и товар, который будет продаваться с моей разводник Друзья, вам спасибо за поддержку За то, что поддерживаете Покупаете рыбку Большое респект вам Всем жму руку, друзья Подписывайтесь на канал Всем пока Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить свежие выходы роликов С вами был Артем, канал Аквафиш Здоровых и красивых вам рыбок, друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok